Ну что ж, друзья мои, продолжается бизнес-канал на Финам-ФМ, несмотря на то, что сегодня пятница, и вроде бы пора бы заканчивать говорить о делах-то. Но нет, еще не время. Всего лишь 16.07 в Москве. Давайте еще поговорим о делах. Поговорим, тем более дела, которые мы сейчас будем с вами обсуждать в бизнес-классе, интересные, а не творческие, я бы так назвал. Тема такая. Презентации в бизнесе и для бизнеса. Как повысить успешность бизнеса при помощи грамотной подачи. О грамотной подаче мы сегодня будем говорить. У меня в студии очаровательные гости. Это Вера Ковалева, основатель портала «Как сделать презентацию», основатель Международной высшей школы презентации и коммуникаций. Вера, добрый день. Здравствуйте. Вера, добрый день. Собственно, давайте начнем, может быть, тогда с вопроса, а что же за портал-то такой, как сделать презентацию? То есть задача какая ставилась, когда вы его основывали? Ну, у меня есть вообще глобальная задача, это создать и развить индустрию презентации в Российской Федерации. И на момент создания портала в русскоязычном пространстве, это Российская Федерация и страны СНГ, не было ни одного СМИ по теме презентации. Да вы что? Поэтому портал решает важнейшую задачу информирования всего русскоязычного населения планеты Земля на тему презентации. Эх, глобальные у вас, глобальные задачи. Это здорово. Ну, вот мне очень понравилось это словосочетание индустрия презентации. В России ее нет, да, с ваших слов. А за рубежом она присутствует уже, да, она существует. И как она выглядит? Индустрия презентации. Да, ну, в России мы ее начинаем создавать, мы ее начинаем развивать, а также информируем наших клиентов о том, что вообще такое есть. Да, за рубежом существуют уже многие годы компании, которые профессионально занимаются созданием презентаций. У них есть свои школы, свои направления. И также один из моих проектов это лондонская неделя презентаций. Мы вывозим весной студентов в Лондон. Ну, студенты это все взрослые работающие люди, директора в основном. И там мы посещаем различные компании, в том числе специализированные по теме презентаций. И изучаем потрясающий зарубежный опыт, очень сильно расширяем границы восприятия на целый год. Дорого, здорово. Ну, он действительно, я так понимаю, потрясающий этот опыт. Да. Ну, в частности, мы ходим в Google, в Macan и в другие компании, уже специализированные по презентациям. Ну, давайте вот на ваш взгляд, на ваш взгляд профессионалов, как выглядят идеальные презентации вообще? Какие задачи она решает, да? Для чего она нужна по большому счету, да? Как эти задачи решить? Потому что это может быть картинка, а может быть это что-нибудь в 3D сейчас очень модно. Ну, да, безусловно. Задачи, презентация должна решать те, которые поставил автор презентации. То есть автор, да, ведущий, тот, кто делает питч, произносит речь, должен в идеале получить от аудитории то, что он хочет получить. И зачастую очень многие презентации оказываются, ну, такой убаюкивающей сказкой, когда, например, на деловых конференциях люди просто спят, скучные докладчики сменяют один другого. Возможно, вероятно, они ставят какие-то цели, но вряд ли их достигают. Ну, очевидно. Да, когда все сидят в телефонах и так дальше. А представить, да, что цель докладчика усыпить аудиторию может быть такая? Тогда он достиг этой цели. Конечно, конечно, да. И сделать это несложно. Это несложно, да. Но, тем не менее, презентация при этом присутствует все же, да? Конечно же. Ну, то есть она какая-то непрофессиональная, наверное. Можно выделить какие-то основные моменты, чтобы все-таки презентация, да, достигала цели не усыпить, а наоборот взбодрить, ну и, может быть, действительно какую-то стратегическую задачу решала. Потому что я так понимаю, что если я что-то предлагаю аудитории, ну, я хочу заинтересовать ее, я не знаю, продать то, что у меня есть, да, или, по крайней мере, воспользоваться моими услугами, ну и так далее. Ну, давайте, во-первых, сразу обозначим, чтобы мы понимали контекст три кита, три столпа, на которых держатся презентации. И также это основные учебные модули в рамках нашей школы. Это структура презентации, ядро которой является идеей. Далее дизайн, то, как мы на языке визуальных коммуникаций оформляем свою идею, свою структуру, наш контент. Зачастую на слайды помещают текст, не перекодируя текст слова на язык визуальных коммуникаций. Это одна из критических... А текст это не визуальные коммуникации? Нет, текст это не визуальные коммуникации, это текстовые коммуникации. И, наконец, третий столб, это подача. Это то, как спикер доносит информацию со слайдов. Хотя вот о подаче сразу я подумал. Собственно, вот если первые две задачи решены, то, может быть, подача не так важна. Вот здесь все обозначено. Ну, зачастую скучный спикер, он может убить любой контент, любые слайды. И самое главное, это все-таки человек. То есть слайдов может не быть, ничего может не быть, но человек быть обязан. А может в таком случае говорить, что вот этот спикер тот самый, да, человек, он и есть презентация? Да, безусловно. Да? Конечно. Хорошо, ну, если можно, вот в деталях давайте поговорим. Три столпа вы назвали, три какие-то. Давайте чуть подробнее о каждом из них. Структура. Ну, первая структура, да, ее ядром является некая идея презентации. Желательно, эта идея должна быть сформулирована в терминах потребности аудитории. Как правило, да, ну, это классическая ошибка. Спикер говорит о том, что интересно для него. Или, например, рассказывает, какая потрясающая компания. Но это не имеет ни малейшего отношения к аудитории, вообще никакого. Ну, поэтому люди сидят, спят. И даже безотносительно подачи в очень многих корпоративных презентациях на первых слайдах следует информация о компании. То есть у нас только-то филиалов, офисов. Это неправильно. Это неправильно. Ну, нам с вами, как потребителям, ну, неинтересно, да, ну, да, они распушают хвост, это эффектно, но нам-то с вами что, нам ничего. Я подумал, что хвост можно было бы в конце, наверное, презентации. Скорее, да. Сначала надо заинтересовать чем-то, а потом уже ожидание, а кто эти люди, кто эти волшебники. А вот, пожалуйста, смотри. Ну, и чтобы заинтересовать, автор презентации должен нам с вами рассказывать о каких-то наших надсущных проблемах, да, о том, как реально он может сделать нашу жизнь счастливее. О, вот. Это что касается структуры, да? То есть вот это главная идея. Очень вкратце, да. Это главная идея, да, этого первого. И она происходит и с потребностью аудитории. Ну, и дальше, с чего формируется структура, это факты и цифры. Очень часто презентация представляет собой большое количество воды. И есть такие люди, они склонны много говорить, но это вода, 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 вода. Да, и когда мы на тренингах работаем со студентами, с корпоративными заказчиками, мы начинаем с вычленения фактов и цифр. Используем стикеры, постит, листочки, клейки, на них много не напишешь. Один листочек, одна цифра. Вот. И в результате, ну, например, если говорить... Мелким почерком можно. Нет, одна большая цифра на одном листочке. И вот, если говорить о росте эффективности, скажем, те презентации, которые делались в течение 15 минут после работы над ошибками, занимают полторы минуты. И звучат намного более эффектно, ярко и убедительно. И просто поражают воображение, чем когда это 15 минут воды и ни о чем. Естественно, в очередной раз усыпляет слушателя. Да, конечно. С другой стороны, я предположу, а есть ли какая-то, ну, временная характеристика, временная граница, что презентация должна быть обязательно, ну, условно говоря, не менее, там, получаса? Нет, все зависит от формата. Существует известный формат, это питч, когда в течение одной минуты, находясь в лифте, вы делаете свою презентацию потенциальному инвестору. Ну, либо лекция, это может быть полтора, два, три часа. То есть, в зависимости от того формата, который задан. И, соответственно, презентация тоже может быть, да, в этом случае? Да. От одной минуты или меньше, чем минута до нескольких часов. Так. Другая, я так понимаю, важная сторона медали, это дизайн, дизайн презентации. Безусловно. А что надо обращать внимание здесь? Здесь нужно отказаться от ужасной привычки помещать большое количество слов, букв и вообще текста на слайд. Зачастую мы сталкиваемся также с такой интересной проблемой. Многие компании ссылаются на отраслевые стандарты. То есть, они буквально говорят следующее. В нашей отрасли все компании делают вот такие скучные, ужасные, перенагруженные информации слайды абсолютно уродские. Поэтому мы делаем так же. То есть, это такая корпоративная культура такая, да? Отраслевая культура. Отраслевая культура. Отраслевой стандарт. Приходится с этим очень сильно бороться. Борьба идет со скрипом, но, тем не менее, прогресс существует. И самое главное, когда люди делают какие-то более легкие, понятные слайды, их показывают своим коллегам. Коллеги говорят вау, да, уже после того, как на практике пройден вот этот рубеж, да, испытан некий новый опыт. Ну, тогда, конечно, мышление меняется и начинают использовать... Кстати, о мышлении, да, в чем проблема-то изначально? Я думаю, не в ленности тех, кто, да, создает эти презентации. Да, просто... А просто уже так, как вроде бы заведено, да, и мы ничего на себя не берем, никакую ответственность. То есть, есть некий опыт, к которому все привыкли, и задача... Причем он не всегда положительный, да? Конечно, конечно. Задача наших тренингов, нашего обучения, это дать новый опыт. Спасибо, Вера. Сейчас мы прервемся в эфире Финам.ФМ новости. Послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем тему презентаций в бизнесе и для бизнеса. Как повысить успешность бизнеса при помощи грамотной подачи. В студии бизнес-класса Вера Ковалева основатель портала «Как сделать презентацию», основатель Международной высшей школы презентаций и коммуникаций. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Итак, Вера. Интересный рассказ. Давайте вы продолжите его. Собственно, мы на дизайне остановились. Вот здесь какие тонкости. Итак, как я уже сказала, нужно учить всех, начиная от студентов и далее, тех, кто работает в компаниях, перекодировать вербальную информацию, текстовую информацию также на язык визуальных коммуникаций. Это образы, это графические объекты. И вот одно из традиционных заблуждений, когда мы говорим «визуализировать», это не значит напихать картинок. То есть визуализация может вообще не содержать ни одной картинки, просто по умолчанию люди делают именно так. Говоришь «визуализируй», начинают картинки запихивать в слайдер. Ну, это интрига тогда. А что же тогда такое визуализировать? Это графические объекты, да, это основные формы, из которых уже создаются самые разные изображения, да, то есть классические формы — это круги, прямоугольники, с которыми мы работаем как формы, так и границы, которые могут быть разные по величине, и другие более сложные формы. Мы формируем схемы, мы формируем графики, если это необходимо, и так дальше, и так дальше. Обязательно на каждом слайде мы показываем только самую ключевую информацию. То есть, например, показывать просто график — это не вполне корректно. Желательно показать стрелочкой, указать на столбик, либо выделить его цветом, про который данный слайд. Или если это таблица, то выделить какую-то цифру или столбик в таблице. То есть мы максимально конкретизируем информацию на каждом слайде. — А, кстати, насколько я знаю, есть способ конкретизировать информацию, не выделяя ничего на слайде, а наведя, например, на нужную строчечку указкой. — Да, ну, во-первых, некоторые могут это проспать. Во-вторых, зачастую после мероприятия презентация рассылается по аудитории. — Указки там не будет. — Конечно же. — Хорошо. О дизайне все мы более-менее рассказали. Давайте о подаче. — Да, и вот еще, завершая тему дизайна, хочется рассказать про безумно интересную вещь, про тестирование презентации на живых людях, на потребителях. В рамках нашей школы мы проводили такой эксперимент. Давали человеку с техническим образованием, выпускник института стали и сплавов, четыре корпоративные презентации, абсолютно реальные от наших компаний, от тех, кто учился. Эксперимент занял весь 8 минут. В течение этих 8 минут испытуемый дважды просмотрел эти четыре презентации и далее он ответил на вопросы. Так вот, оказалось, что человек не только не понял, про что эти презентации, он даже не понял отрасли, в которых эти компании работали. — Все четыре причем. — Да, все четыре. Хотя три из этих компаний презентации создали именно для физических лиц. Это не B2B, это был B2C для обычных физиков. И вот человек с неплохими мозгами, он вообще не понял, о чем это. — Я хотел уточнить. Может быть, в нем проблемы? — Нет, человек сдавался про мат, высшую математику, физику, химию, и не смог понять, про что эти презентации. И после такого опыта компании схватили за голову и побежали срочно переделывать презентации. И вот дизайн мышления, так называемый, которое еще распространено на Западе и в Америке, у нас только зарождается. И я бы очень сильно рекомендовала всем создателям презентации тестировать их на живых людях. То есть давать просто человеку посмотреть данную презентацию. — Живые люди тоже разные. Не у всех есть возможность выпускника МИСИС взять и в качестве... — Ну, какого-то более-менее адекватного человека. Опять же, если презентация... — Хорошо, а что такое тестировать? Я так понимаю, что вот я показываю кому-то презентацию, которую я создал сам, и задаю ему вопрос. Вот ты определить должен что? — Да, смотрите. — А о чем это, да? — Технология следующая. Вы даете презентацию человеку, сажаете его за компьютер, и, кстати, снимаете все это на видеокамеру. Чтобы проанализировать, скажем, как он мышкой по экрану двигается, с какой скоростью он переключает слайды, на что он смотрит, на что не смотрит. Желательно давать минимальную инструкцию. То есть, например, изучи презентацию. А также можно дать какое-то конкретное задание, связанное с данной презентацией. Например, чтобы он что-то выбрал, какой-то из продуктов и так дальше. И самое главное, не нужно ему заранее объяснять, что он должен понять, про что это презентация, что он должен там узнать из нее. Просто мы терпеливо смотрим, как человек изучает презентацию, записываем это на видео, а потом уже по итогам мы задаем вопросы и выясняем, насколько действительно наш потребитель понял, о чем там идет речь. А вот можно представить вот этот пример, который вы сначала привели. Ребята побежали переделывать презентацию. Что они там переделывать-то принялись? Ну, на самом деле, зачастую переделывать нужно все. То есть, презентация может представлять из собой склад неких фактов, которые на самом деле никакого отношения, в общем, к потребителю не имеют. Зачастую это создание какой-то истории. И опять же, мы максимально переводим фокус на потребности аудитории. И привносим туда большую динамику, больший драйв, сокращаем количество слов, но повышаем их качество, скажем так. А, кстати, я опять вернусь к тесту, о котором мы рассказали. Могла быть проблема еще в том, что все-таки вот этот пример, этот человек, который тестировал презентацию, он все-таки не являлся целевой аудиторией какой-то, на которой рассчитана была именно она. Да нет, как раз... Он просто человек сулит. Как раз таки являлся. А, он как раз... Потому что это был платежеспособный потребитель, то самое физическое лицо, которое могло бы купить эти услуги. Вот это была абсолютно целевая аудитория. Целевая аудитория, тем не менее, не заинтересовала его. Да он не тоже заинтересовал, но вообще не понял, о чем там речь. Понятно. Хороший еще термин прозвучал дизайн мышления. Вот как можно объяснить это, тем более, что на Западе уже давно существует, а у нас его еще и нет. Что это такое? Дизайн мышления, как дисциплина, возникла в Стэнфордском университете в США в свое время. И предполагает он, что каждый продукт, начиная от мобильного телефона, заканчивая космическим кораблем, должен быть максимально удобен для пользователя. И когда мы с вами приезжаем, например, на Запад или в США, или в какие-то иные развитые страны, то зачастую там сами предметы, они более френдли, более дружелюбные, более симпатичные для людей. Вот это все производное дизайн мышления. То есть когда создается любой продукт, неважно какой, будь то транспортная артерия, будь то автобусная остановка, будь то стакан, то создается прототип. Этот прототип многократно тестируется на пользователях. То есть мы изучаем пользовательский опыт, что человек делает, каков его опыт с данным предметом. И затем предмет модифицируется на основании этих данных. Причем количество итераций может быть любым. То есть мы можем много раз создавать прототип, много раз его тестировать и улучшать. И, например, вот в компании Google существуют целые департаменты по тестированию пользовательского опыта. И они постоянно уже много лет изучают этот пользовательский опыт. И что самое главное, каждый раз они получают не те результаты, которых ждали. То есть то, как человек ведет себя с продуктом, это всегда непредсказуемо. И даже те профессионалы, которые по 15 лет этим занимаются, они не могут предсказать, как повезет себя потребитель. Ну так можно в этом случае говорить о том, что вот этот дизайн мышления никогда конечной цели не достигнет. Ну, конечно, наверное, со всем идеалами существует, но к нему можно значительно приблизиться. Ну, я вот подумал сейчас о примере, который вы тоже привели. У нас есть стаканы сейчас с Верой, одинаковые причем. Как можно, наблюдая за потребителем, собственно, в какой-то момент понять, что ему неловко может быть или неудобно. Он вот такой именно, такой вариант. Ну ладно, мы сейчас об этом подумаем, потому что сделаем паузу, рубрика «Вне времени», потом продолжим эфир. Итак, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем индустрию презентации, правильно? Так ведь можно еще верно назвать? Итак, говорим сегодня об индустрии презентации, как повысить успешность бизнеса при помощи грамотной подачи. Напомню еще раз, у меня сегодня в гостях Вера Ковалева, основатель портала «Как сделать презентацию», основатель Международной высшей школы презентаций и коммуникаций. Для вас, уважаемые слушатели, я тоже напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, продолжим наш разговор. Итак, осталось обсудить подачу, да, если как последовательно три столпа мы с вами обсуждаем. Да, ну что касается подачи, то там тоже можно назвать три столпа. Это риторика, то, в какой степени человек владеет своим голосом, все, что связано с вербаликой. Далее, актерское мастерство, в основном это язык тела, и вообще как человек двигается, да, как он ведет себя на сцене, насколько он органичен. Ну и, наконец, это имидж-менеджмент, это все, что касается внешнего вида человека. То есть, желательно, стиль должен быть продуман до мелочей. И мало того, что продуман, так все быть в гармонии с личностью человека и происходить из его индивидуальных личностных особенностей. Таким образом, это и макияж, и прическа, и одежда, и аксессуары. Вера, я как студент, видимо, напоминаю вам сейчас вашего студента, я все записываю. Потрясающе. Так, давайте о риторике. Ну вообще, конечно, набор такой, я бы сказал, глобальный, да. Я обычно относился к презентации и делал периодически там самостоятельно их. Ну, не могу сказать, что уж слишком всерьез. А оказывается, вот как надо подходить-то. Риторика, актерское мастерство. Надо, что, щуку закончить для того, чтобы нормально презентовать? Ну или у нас получится. Или у вас получится. Расскажите, итак, риторика. Что здесь, на что надо обращать внимание здесь? Как? Это то, как звучит голос человека. Также назову одну из наиболее классических ошибок. Это речь в одной и той же модальности. Независимо от громкости голоса. Другое слово, модальность интонации. Интонация, когда она одна и та же. Так вот, аудитория начинает засыпать. То есть голос может быть громкий, но если он не имеет никаких модуляций, ни тише, ни громче, ни ниже, ни как, то все время в одной, то тогда это тоже способствует засыпанию аудитории. Ну и, естественно, некоторые говорят тихо, либо скучно, либо уныло, что тоже не способствует успеху презентации. То есть эмоциональная составляющая должна быть? Или это в актерском мастерстве? Желательно, чтобы была. Конечно, конечно. Сопричастность это очень важно. Так, дальше. Актерское мастерство. Ну, актерское мастерство, здесь можно его сузить до языка тела. Хотя бы это то, как человек двигается на сцене. Самый минимум, это не принимать никакие закрытые позы, да, не скрещивать руки, не убирать их в карманы, не убирать руки за спину. Также некоторые ноги скрещивают. Еще я замечаю, да, ножки вот так вот ставят и ножки скрещивают. Ножки скрещивают, да. Это же ужасно. Конечно. И еще опирание всяких предметов. Этого тоже лучше избежать. То есть за стол, а доску не опираться. А если, как раньше, за трибуны, если стоишь? Ну, и за трибуны можно и выйти, пойти погулять по сцене. Таким образом, нужно сознательно развивать жестикуляцию, да, чтобы ручки у нас работали. Опять же, двигаться корпусом, двигаться телом. Ну, еще такая суперклассическая ошибка. Отворачиваться от аудитории и читать слайды. Спиной стоять. Да, спиной или даже боком. Что тоже ужасно. Боком тоже нельзя. Ну, нежелательно. Если только недолго. А как читать слайды тогда? Их не надо читать. Вообще, согласно современному западному стандарту и американскому, спикер должен знать слово в слово, запятую в запятую, все содержание каждого слайда. И мало того, что знать, но и произносить это, как речь актеры произносят. То есть абсолютно легко, с модуляциями голоса и так дальше. Для этого нужно ее запомнить, выучить наизусть, многократно потренироваться. От репетировать, безусловно. От репетировать, да. Ну, и такой хай-класс уже, к которому можно стремиться. Ну, по большому счету, если сравнивать это с неким актерским или, может быть, с певчинским мастерством. Ведь, в принципе, да, вот есть исполнитель. Он там пару песенок, или одну даже. Или одну. И он ее раз в пятьсот поет, 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 и уже наверняка она автоматически от зубов отскакивает. Вот до такого уровня можно довести? Конечно, можно. Некоторые доводят. Ну, в зарубежном корпоративном стандарте считается, что нужно. То есть, когда там большие крупные компании, солидные большие конференции, желательно, чтобы спикер знал слово в слово весь контент, не оборачивался, естественно, не смотрел, и еще с великолепной интонацией все это произносил. И смайл, наверное, да, улыбка обязательно должна быть. И улыбка, и вообще изменение мимики, чтобы мимика была живая. Это тоже в актерское мастерство все? Ну, конечно, естественно. Так, и что у нас осталось еще? Имидж-менеджмент. Имидж-менеджмент. Это внешний вид человека. Желательно также уделять этому полагающееся внимание, изучить комплекс знаний по стилям, по тому, как одеваться, по тому, как именно для себя подобрать индивидуальный стиль, понимать, какие цвета можно сочетать, какие нет, какие формы, какие текстуры, принты и так дальше. Тоже целая огромная наука. Да, это серьезно. Очень серьезно. А недостаточно ли просто... Ну, я сейчас мужской пример приведу. Ну, костюмчик, галстучек, белая сорочка и ботинки почистить. Ну, мужчинам, конечно, несколько проще в этом случае, но все равно в костюмчиках тоже нужно разбираться и понимать, какой к какому стилю относятся, какие цветы и рисунки должны быть, а также, как должен сочетаться рисунок на галстуке с рисунком костюма, если таково имеется. Шикарно, шикарно. Вера, вы меня поражаете количеством, да, вот этой предлагаемой информации, потому что еще раз я напомню, повторю точнее, и я думаю, что многие наши слушатели со мной будут солидарны. Какое-то время назад я сталкивался с презентацией, но не подходил к ним настолько серьезно, как это теперь, я понимаю, нужно делать, правильно? Безусловно. Так вот, давайте теперь вернемся к тому, а что же за школа, международная причем школа, существует в России, и о ней, к сожалению, наверное, не все еще россияне знают, а должны знать, да? И чем занимаются в этой школе, чему учат в этой школе, и как, собственно, процесс этот происходит? Школа находится в Москве, и там у нас есть четыре образовательных модуля, как я уже говорила. Это модуль по структуре презентации, модуль по риторике актерскому мастерству имидж-менеджмента, модуль по дизайну, и также еще один по технологическим решениям. Это веб-сервисы, это PowerPoint и другие программы по созданию презентации. В каждый из модулей входит по несколько дисциплин, сформирован штат преподавателей в количестве нескольких десятков человек, и в основном, многие из них, это основатели компаний профильных, то есть это специалисты практики, специалисты очень высокого уровня, и они великолепно знают свое дело. Я вот подумал о том, что, учитывая огромное количество навыков, которые приведут к профессиональной презентации, нужно ли самому овладевать всеми этими, или можно ли просто пригласить, попросить профессионала, ну, например, сделать презентацию тот, кто владеет этими технологиями, там, PowerPoint или что-то другое, нарисовать картинки, соответственно, кто владеет, ну, кому-то поручить, кто выглядит презентабельно, прочитать это все. Может быть, так стоит поступить, Вера? Я считаю, что лучше основные технологии изучать самому, и в том-то весь и смысл, что на самом деле все более чем просто, все чрезвычайно просто. Вот, просто есть простые технологии. Судя по списку, который вот я за вами записываю, это не так просто все. Мне даже все это на одной листочке даже не уместилось. Но, тем не менее, при некотором желании за несколько месяцев можно погрузиться в данную профессию, в данный набор услуг, компетенций, скилл, навыков, и все изучить. И как раз мы даем именно практику, то есть мы показываем простые и понятные упражнения, простые технологии, которые существенно в кратчайшие сроки понимают на качественно новый уровень, подачу материала, визуальная коммуникация и качество презентации. Ну, давайте в качестве примера расскажите о вашем опыте в Московском государственном университете. Да, я знаю там... Да, в МГУ я имею просто очень счастливые возможности. Я считаю, что я очень, на самом деле, счастливый человек. Я тоже училась в данном университете, аж на четырех факультетах. Да, и там я веду межфакультетский курс, в частности. Ну, помимо того, что я на экономическом факультете там преподаю, также я веду межфакультетский курс по презентациям для студентов всех факультетов Московского университета. И чтобы попасть на этот курс, Сейчас студенты проходят отборочные соревнования, очень жесткие. Они мне готовят, а, презентации, но на них я, честно говоря, и не смотрю, и, б, они мне пишут эссе объемом одна страница, ну, например, на тему смысл моей жизни. И я, как человек, который более 10 лет профессионально работает с текстами, по тексту я могу понять очень многое. Качество мышления, когнитивную сложность, уровень гениальности и так дальше. И я формирую группы студентов, ранжирую их по степени гениальности, и я могу иметь счастье и честь работать с невероятно талантливыми студентами, с лучшими умами государства российского, и то, что они делают, это потрясающе. У них чрезвычайно высокая степень обучаемости, они очень способные, молодые, умные, они все схватывают, у них все получается, и я думаю, что впоследствии это приведет их к вершине мира. Здорово, здорово. Ну, и не без вашего участия, я хочу сказать. Ну, надеюсь. А почему, кстати, вы начали, когда говорили о том, что они проходят некий, да, отбор, начали с того, что они делают презентации, а вы на них не смотрите? Почему? Ну, потому что, чтобы оценить... Вы знаете уже изначально, что они... Они плохие будут изначально, да. Но мне нужен текст, такое заочное общение с человеком, с личностью. Тогда, может быть, не требуете от них презентацию, сразу с текстом начать? А презентацию требую не я, а факультет, чтобы потом сравнить до и после их работы. Я понял. Хорошо. Ну, и вот тема инфографики, да, тут за эфиром мы с вами это слово вспомнили. Оно звучит неплохо. Оно звучит загадочно для меня, по крайней мере. Ну, и я знаю на слуху, оно сейчас у многих. Инфографика. Давайте поподробнее расскажем нашим слушателям. Ну, и мне, если не против, Вера, расскажите, что это такое, да, и как это можно использовать. Олег, инфографика — это потрясающая штука. Она позволяет презентацию, скажем, объемом 40 слайдов, 90 слайдов, 200 слайдов уложить в одну страничку. Вау. То есть вы можете выкинуть презентацию на 100 слайдов, остаться с одной страничкой, на которой будет изложено все то, что вы хотели сказать. Ну, не может такого быть. Так делают. В общем, инфографика, она отражает некий процесс, какую-то динамику. Она создается для самых разных отраслей науки и техники, социума и гуманитарных наук. Вы можете показать бизнес-процесс. Вы можете показать с помощью инфографики пользовательский опыт. Ну, например, как ваш клиент проходит по разным департаментам, получает разные услуги. Ну, например, в страховой компании, в медицинской компании, что происходит с клиентом. Вот, можно показать динамику роста чего-нибудь, да. И, в общем, любые процессы, происходящие во времени и в пространстве, изложить вот в такой модели на одном листе. Не понимаю я все равно, как это выглядит-то? Выглядит. Ну, смотрите, у вас начали с того, 100 слайдов у меня. Ну, например, да. Вот вся эта информация. Я даже, если на каждом слайде, как вы предлагали, по одной циферке буду писать, все равно 100 циферек отдельных на один лист, ну, никак не укладываются. Да, но это не только про цифры, это вообще про некую историю, процесс. А все процессы, они все-таки происходят в нашем с вами физическом внешнем мире. Вот. И любой процесс можно показать, то есть, грубо говоря, сцены прописать, да, или какую-то роудмэп, дорожную карту, скажем, вот часто инфографику делают, ну, в частности, с дорогой. То есть, вот, допустим, дорожка, по ней идет потребитель, и вот на разных этапах с ним что-то происходит. Вот он пришел на ресепшн, вот он попал там в кабинет, потом он сел в машинку и так дальше, и так дальше. Вот. И вы можете весь процесс, весь пользовательский опыт изложить на одной странице. Вот это в виде этой дорожки, да? Ну, в частности, да. Я почему-то вспомнил, знаете, ну, не знаю, может, сейчас они существуют, детские игры, детские настольные игры, да, вот там обязательно там из одного пункта в другой колобок должен брать. Похоже, похоже. Это тоже. А если добавить циферки, то вообще будет потрясающе. Да. Здорово. Хорошо. Значит, еще раз прервемся, Вера, послушаем новость, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим разговор. Сегодня в студии Вера Ковалева, основатель портала «Как сделать презентацию» и основатель Международной высшей школы презентации и коммуникации. Говорим мы о индустрии презентации. Много интересного рассказывает нам сегодня Вера и обещала, здесь мы общались сейчас вне эфира, много интересных примеров все-таки, да, еще и привести. Я, тем не менее, напомню, телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Итак, слово, волшебное слово, очень часто оно звучит в разных ситуациях, да, может быть, кто-то и разные смыслы в него вкладывает, но, тем не менее, популярные достаточно в последнее время, это стартапы. И вы, насколько я знаю, да, со стартапами тоже встречаетесь периодически и даже, я так понимаю, участвуете, да, в их становлении. Расскажите об этом, пожалуйста, Вера. Ну, как эксперт я участвую в Академии стартапов, вот, и постоянно обучаю стартаперов презентациям. Хотелось бы начать с такого кейса, когда один стартапер, прогуливаясь по коридору, да, не имея под рукой никакой презентации, хотя она у него была подготовлена уже сто лет как, встретил в том же коридоре человека, рассказал ему про свой проект, и в результате получил один миллион долларов инвестиций. Ну, и такие, первоначальный транш, потом были еще инвестиции. Вот, таким образом, да, это чисто подача, это вот тот третий столб, про который мы с вами говорили. Когда вы встречаете некого человека, встретите его, можете где угодно, в лифте, в коридоре, на улице, да, рассказываете ему интересное про свой проект и получаете долгожданные деньги. Ну, вот, этот пример, наверное, будет характерен. Единственное, хотелось бы уточнить. Действительно, вы же знаете наверняка этого личного человека, да? Да, да, знаю, конечно. Что, вот, что решающую роль, да, сыграло в этом успехе его? Он сразу же нашел инвестицию серьезную такую. Он действительно обладает вот этими навыками, да, риторики, актерского мастерства. Он был, я не знаю, хорошо причесан, прилично одет или какие-то эмоциональные составляющие просто, да? Он настолько, я не знаю, там, ярко рассказывал свои идеи, что сумел убедить инвестора. Что здесь решающую роль сыграло? Я думаю, что один из определяющих моментов состоит в том, что он был очень хорошо в теме, потому что до того он уже многократно произносил эту презентацию, он делал эту презентацию перед самыми разными аудиториями, поэтому он смог за очень короткое время просто, понятно и доступно рассказать о своем интернет-стартапе, это веб-сервис, и таким образом заинтересовать инвестора. Ну, то есть, по сути, он просто рассказал эту презентацию, не демонстрируя ее, да? Да, без слайдов, да, он рассказал и заинтересовал человека. Здорово, здорово. Еще, может, какие-то примеры есть? Ну, примеров, на самом деле, очень много. Постоянно смотрю презентации в Академии стартапов. Хотелось бы, чтобы, опять же, следовали неким основным правилам, это как-то стилевое единообразие, да, то есть цветовая гамма, единые шрифты, опять же, не перезагружали слайдые информации. Единые в рамках презентации? В рамках презентации, естественно. Вот не перенагружали информацию и все-таки думали о том, что с этого потребителю. Потому что иногда показывают какую-то информацию, но ты сидишь и думаешь, ну, а мне-то что? Как потенциальному инвестору, как потенциальному клиенту. То есть часто все-таки слишком много думают о себе, а не об аудитории. Понятно. То есть все-таки должно чем-то зацепить. Конечно. Я должен это на кого-то, да, обязательно рассчитывать? Ясно. Вера, вот такой вопрос замечательный. Есть ли какая-то альтернатива презентации по какой-то причине? Я не умею или не хочу делать презентацию в этом классическом смысле. Могу я чем-то заменить? Да, ну, во-первых, нужно разделять. Во-первых, презентация как слайды, либо презентация как речь. Вы имеете в виду, что… И то, и другое, и то, и другое. Если говорить про презентацию как слайды, то я вам рекомендую посетить раздел веб-сервисы на нашем портале, как сделать презентацию, да, преспортал.ру. И там в этом разделе мы даем пользовательские инструкции с принт-скринами по различным зарубежным веб-сервисам. В том числе по созданию презентации. Есть также веб-сервисы по созданию видеороликов. Вам такой видеоролик может заменить презентацию. Также презентации по созданию инфографики. Инфографика вам тоже может заменить презентацию. Очень много есть интересных альтернативных решений. Что касается подачи... Одну секунду, подача это очень интересно. А что в конечном итоге, как сделать мне выбор? Вот уже есть альтернативы. Это может быть стандартные слайды, это может быть видеорешение. Какой-то инфографика тем более. От чего зависит? Только от моих предпочтений каких-то? Или это зависит от того, о чем я рассказываю? На какую аудиторию я рассказываю? Да, наверное, зависит от контекста и от содержания вашей информации. Например, там, где очень много цифр, лучше бы подготовить инфографику. Тем более, ее можно всем рассылать, ее могут долго изучать. А если вы демонстрируете просто, как работает продукт, какую-то более простую историю именно, то, вероятно, следует сосредоточиться на видеороликах маленьких, вот на каких-то динамических решениях. То есть будет показан просто по факту, о чем я хочу... Как все происходит. Как все происходит. Хорошо, ну и о подаче. О подаче. Ну и о подаче. Если вы вообще не хотите ничего рассказывать, все-таки вы можете заучить некую ключевую информацию, скажем, не более чем на одну минуту, чтобы когда вам зададут какой-то вопрос, или когда вам придется что-то сказать, у вас была просто вот заготовленная речь, да, и когда вы в течение жизни много раз произносите одно и то же, то со временем это звучит очень легко, быстро и непринужденно. Вот, и чтобы получить ту самую вожделенную одну минуту, нужно серьезно поработать с цифрами и фактами, чтобы осталась некая выжимка, по сути, самое главное, вот, некая квинтэссенция всего, и уже это иметь в своем рабочем случае. А можно это сделать изначально, или все-таки нужно пройти вот этот непростой опыт, когда ты многократно все это повторяешь, повторяешь, и оно само собой уже вот эта вся вода расплескивается и получается? Нет, прежде чем начать повторять, нужно бы знать, что будем повторять, а для этого неплохо провести аналитическую работу, поработать с теми листиками, с пост-ит, со стикерами, вот, поработать с цифрами и фактами, и самому для себя прописать некую историю, и ее уже вот рассказывать, рассказывать и рассказывать. То есть главное озвучивать ключевые реперные точки, да, киты, на которых все держится, а все остальное это вода. Ну да, и можно предположить то, что со временем, да, вся эта вода-то, собственно, исчезнет, и останется в сути. Нет, вы знаете, не стала бы на это рассчитывать, потому что некоторые люди, в принципе, склонны к большому количеству воды и не очень могут и умеют вычленять факты и суть. То есть им очень сложно сказать в двух словах, в чем суть. Вот, поэтому, наоборот, вот у нас в Сколково был проект, когда группы работали там по полгода над проектом, и это были ужасающие в итоге презентации, они были чрезвычайно перегружены информацией, и люди были безумно глубоко в теме, и это генерировало огромное количество воды. То есть, наоборот, не уменьшение числа фактов, а, наоборот, их чрезвычайный рост. Ну да, то есть парадокс. С одной стороны, люди глубоко в теме, и у них, я так понимаю, возникает желание до мельчайших подробностей. Да, просто много всего, они не знают, что самое главное нужно доносить. Так, и еще, смотрите, какая интересная история. Ну, я предполагаю, что презентация – это часть некоего маркетинга, наверное, да, все-таки это желание предложить свой продукт, да, его продать, его продвинуть. Вот, я думаю, что на Западе таких примеров, да, предостаточно. Я думаю, в России уже тоже презентации, да, это не просто некое новомодное течение, а это конкретное решение конкретных задач. Да, во многих компаниях практически во всех есть презентации. Более того, презентации есть в госструктурах, есть от везде, от маленького бизнеса до больших корпораций. Однако зачастую эти презентации очень далеки от идеала и от тех стандартов, которым мы учим. Поэтому их, как правило, нужно очень сильно улучшать. Ну, то есть можно предположить, что в каком-то месте делают презентацию только ради того, чтобы она была, да, не решая конкретно. Конечно, даже как правило. Более того, еще классическая ситуация – это цейтнот, когда завтра выступление и до завтра нужно сделать… Нужно срочно сделать. Да, презентацию делается 30 слайдов с кусками текста. И все. И это называется презентацией. Да, задача решена. Ну, а чем чревата экономия на презентациях? Все-таки если по какой-то причине я от этого дела отказываюсь, ну, может быть, вот не хватило времени, это может объективная даже причина, а взгляд на вещи такой, что я и без презентации справлюсь. Ну, экономия на презентациях чревата снижением эффективности, а именно тем, что вы вообще не достигнете своих целей. Более того, желают повысить якобы качество презентации, помещая в нее много информации, но на самом деле корреляция прямо противоположная. Чем меньше информации на каждом слайде, тем с более высокой вероятностью ее усвоят. Вот. А еще, да, высший пилотаж – это создание слайдов, которые сами проникают в мозг. То есть вы смотрите на слайд, даже если это полсекунды, и он настолько простой и понятный, что абсолютно безотносительно вашего желания вы эту информацию усвоите. То есть когда у нас там много всего, у нас есть выбор – читать, не читать, понимать, не понимать, а если это простой ясный слайд, он у вас окажется в голове абсолютно без вашего желания. Этот высший пилотаж, он вообще достижим? Ну, большинству, я имею в виду. Да при желании достижим, просто нужно владеть технологиями. Ну, то есть этому можно научиться? Конечно, мы этому учим, естественно. Потому что я так подумал, что это, наверное, что-то из области психологии уже, знаете, вот эти знаменитые 25-е кадры и подсознание, да, я должен гипнозом владеть для того, чтобы подобную презентацию смог сделать. Ну, просто суть, она всегда простая, понятная и ясная, но, как правило, ее не умеют вычленять. Понятно. И показывать на языке визуальных коммуникаций. То есть в конечном смысле все, в конечном счете точнее, да, все это, так сказать, дело техники, что называется. Конечно. Дело технологий, да, и всему этому можно научиться. Можно научиться. Так, Вера, у нас осталось совсем мало времени. Ну, пару слов, может быть, адресуя нашим слушателям, да, о пользе презентации вы произнесете. Тут презентации, я считаю, это все-таки самое главное, потому что все, что происходит в мире, оно проистекает из коммуникации между людьми. И от качества этих коммуникаций зависит то, в какой степени мы будем поняты, то, куда нас пригласят на работу. У нас один из тренингов, это вообще как готовиться к переговорам с работодателем, как пройти собеседование и презентовать себя как личность. Вот, поэтому презентация, это очень красиво, это эффектно, легко. И когда мы видим сложный слайд, это скучно и тяжело. А когда мы видим красивый легкий слайд, мы получаем от этого такое же наслаждение, как от искусства. Поэтому это прекрасно. Спасибо. Вера Ковалева, основатель портала «Как сделать презентацию», была в студии бизнес-класса. Спасибо вам, Вера. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До понедельника. До свидания. До свидания.